это капец приехала малышня из лагеря домик занес сумки не успела их раскрыть как все начало вываливаться отсюда не интересно кто им помогал собирать сумки вообще кто их одевал в общем утро сюрпризов начинаю разбирать и ставить стирку всем привет доброе утро добро пожаловать в новый блог распаковала значит вещи и понимаю насколько мы в минусе потому что помимо каких-то мелочей типа потерял вилку зубную щетку еще что-то там я это уже даже не учитываю но нет резиновых сапог просто взяли какой-то правый какой-то левый и я позвонила в лагерь и спросила нет ли чего там и мне рассказали как они собирались в общем все 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 вещи были свалены в центр комнаты а в таком небольшом домике они жили вчетвером и каждый забирал свои вещи и видимо мальчишки схватили просто какой-то синий правый какой-то синий левый они были из пары игната и захара но короче теперь нужно купить две пары то есть два два разных сапога ну ничего просто придется докупить то что нам будет необходимо осенью я до сих пор лечу зубы поэтому немного странно разговаривают как это не моя мимика иначе мне просто все царапается здесь накрасилась что-то меня как-то пробило на то чтобы подкрашивать что-то там докрашивать корректировать соскучилась я по косметике и покажу вам что я сегодня использовала потому что тестирую кое-что новое есть очень очень классные находки несколько новинок и старинок все больше меня в себя влюбляет тона тесте лаудер рассказывала в осенней косметичке и наверное уже вышло это видео с нанесением обожаю и также под глаза чаще всего я использую прозрачную пудру от wet and wild именно для того чтобы зафиксировать консилер но сегодня я нанесла вот эту пудру она также прозрачная это поэза и и и настолько рекомендовали польские блогеры что я не устояла мне кажется что она даже на все лицо годится если вы любите именно прозрачная обе будут находках вот эта пудрочка от golden rose мне сейчас этот оттенок больше всего подходит наношу именно на периферию лица бронзер вы просили показать поближе что за бронзер потому что я несколько раз его упоминала это мой прошлый оттенок оба от его line это более сияющие как видите более темный и оттенок я майка бэй а вот это 01 что там гавайи и я думаю что вот это даже более универсальные оба тепловатые и вот этот видите уже просто распадается на ходу на глазах у меня тушь от худым она у них единственная довольно такой спорный продукт я купила ради интереса в принципе я довольно делает очень красивые реснички но честно говоря я всегда покупаю более бюджетные туши вот серьезно на губах у меня дуэт в виде пупа карандаша в номере 22 красивый терракотовый оттенок и помада от нарс вот такая очень ее люблю но носила ее летом сумки посмотрите что с ней произошло прям очень очень жалко на лице и также на глазах в качестве тени у меня вот такая интересная вещь очень очень красивая универсальная палетка из лимитки от нарс я их очень люблю поэтому и сама кое-что купила часть мне прислали в пиар рассылки в общем здесь такие красивые немножечко сатиновые румяна вот эта нижняя часть а во второй сверху идут как бы такие очень хорошо спрессованные кремовые хайлайтеры которые можно смешивать с румянами или же просто наносить отдельно как вы захотите очень красивое оформление и достойное средство внутри мика ты сходишь с ума эй подожди стоп это же новый тапок отдай нет нельзя пусть застав 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 так некоторые мои зрительницы заметили что из отпуска я вернулась с небольшим сувениром точнее с подарком от мужа на самом деле мы часто дарим что-то друг другу то какую-то мелочь что что-то посерьезнее но как-то я не привыкла акцентировать на этом внимание и тоже кричать об этом на всю вселенную но чаще всего это происходит не на празднике а именно без повода когда что-то кому-то нужно что-то кому-то нравится вот так вот мы гуляли по венеции я спросила могу ли я зайти в фенди потому что мы уже на самом деле возвращались домой я хотела потрогать эту сумку попримерять это культовая модель марки фенди под названием багет у меня не самый большой размер потому что она как раз мне вот очень хорошо подходит для повседневного использования я хотела себе мягкую сумку она с одной стороны держит форму но как бы она не настолько структурированная как например в сен-лоран вот и мы зашли там и говорит нравится давай купим вот и также эта модель мне нравилось весной в их весенне-летней коллекции она была светлее чуть-чуть и она везде была распродана в таком бежевом оттенке и сейчас это новый цвет который они выпустили в осенне-зимней коллекции получается для меня это цвет арахисовой пасты очень красивый универсальный со многими остальными базовыми смотрится просто чудесно вот такая сумочка она кстати должна быть немножко как бы винтажный немножко помятой если вы присмотритесь к актерам из секса в большом городе там она довольно часто фигурирует и еще тогда я ее для себя заприметила и мечтала что когда-то она у меня появится вот и сумка продается с вот таким ремешком он широкий тоже кожаный сумка выполнена из натурального материала золотистая такая фурнитура не слишком кричащая ее можно носить вообще без какой-либо ручки в качестве клатча также можно носить почти подмышкой на короткой ручки и на более длинные как crossbody и когда мы были в бутике я сначала купила сумку она продавалась вот такой коробки можно также без нее но я решила сохранить наверное потому что у меня не слишком много таких дорогих вещей то я храню все и пыльник и еще документы в другом месте остались там счет какие-то еще другие документы там были типа сертификат что-то такое и выдавали типа значки не знаю зачем они мне но есть и также продавец показала мне отдельный ремешок который продается не в комплекте его нужно докупить отдельно ремешок конечно очень оригинальный он тканевый такой плотный и мне нравится то что здесь присутствует и черный цвет и коричневый шоколадный то есть можно носить в принципе в любой сезон и с какими-то даже полу спортивными луками здорово смотрится и также регулируется здесь все я сделала максимально короткий потому что я не высокая вот эти заклепки тоже супер стильная сумочка конечно огонь спасибо мужу что тут сказать очень очень нравится мне она и как видите в инстаграме во влогах я тоже довольно часто с ней хожу деле у нас уже следующий день и но как видите я люблю некоторые вещи и прическу то же самое сделала и как оказалось вам также нравятся повседневные наряды несмотря на то что я не фэшн блогер вам нравится когда я показываю что я ношу в повседневной жизни костюмчик у меня из h&m он из натуральной ткани поэтому мнется как зараза несмотря на то что я отпаривала его вот присела все но меня это как-то знаете не смущает сразу издалека по моему видно что за ткани и я это простительно топ у меня из зары я купила его перед отъездом на море вот перед вторым поэтому он должен быть еще в продаже очень классная плотная ткань у него такие широкие лямки бижутерия сделанная девушкой из кракова это мадам бежу и что еще шлепанцы и за и чем дым как-то в шопинг-влоге с вами нашли я не знаю как мне снимать наряда чтобы было лучше видно чтобы не отсвечивала я думаю об этом и сумка очень-очень рада что у меня теперь есть такая достойная качественная сумка бежевого цвета тоже я просто не могу в это поверить только что ездили в школу с детьми и выбирали форму для захара есть некоторые обязательные элементы например такие как галстук он надевается только на торжественное мероприятие на каждый день когда например прохладно можно надевать кардиган с длинным рукавом на пуговках обязательно с эмблемой школы или же вот такую жилетку тоже с эмблемой есть еще свитерок который не расстегивается вот его я как раз еще и жду брюки одни а также купила в школе и вообще-то они не самые удачные потому что нельзя подогнать талию но брючки должны быть примерно вот такого темно-серого цвета я потом в смыке это такой польский магазин там разные бренды но у них также есть их одежда которую они где-то там отшивают и эти такие немножко зауженные и здесь сделаны как настоящие брюки очень красивые все вытачки и также можно все отрегулировать по талии так что мы просто по незнанию сначала купили вот эти в школе а потом уже вот эти подешевле так что я взяла сразу несколько потому что это повседневная и праздничная одежда на весь год находимся в детской комнате никогда в жизни здесь не снимала и давайте распакуем теперь ту одежду которую я покупала мальчишкам здесь будет аж 4 посылки из и чин дэм и из нэкста надеюсь что это не затянется на целых полчаса если что я просто покажу вам самые удачные я как-то упоминала о том что в школе у мальчишек у игната также в подготовительном классе к школе есть униформа поэтому у меня были четкие указания что можно носить что нельзя поэтому не будет каких-то супер цветных вещей все очень классическое и я заказывала некоторые вещи в разных размерах потому что я не знала какой из них нам подойдет тем более вот в нэксте я не всегда попадаю в нужный мне размер будет даже указано там на рост 128 все равно эти вещи бывают слишком большими чаще большими нежели маленькими и первое что мне попадается это обувь у мальчишек в школе будет сменная обувь нельзя носить сандалии или кроксы а именно типа как кеды черного или синего цвета кстати очень классная на первый взгляд как это служит вы уже понимаете я сейчас ничего не могу сказать просто самые обычные однотонные здорово надеюсь что с размером я тоже угадала можно шнуровкой все подогнать под объем ноги и у захар от 33 не поверите но даже носки должны быть определенного цвета а именно серого и у нас все разноцветные носки кстати вы мне писали что удобнее всего когда носки одинаковые просто по размеру чтобы они были разными так что я тоже и к вам прислушалась заодно и когда я начала искать просто чисто серые носки не слишком светлые оказалось что это не так-то и просто и нашла их только в neste мужские носки это вообще боль и у меня трое мужчин дома вы понимаете для игната и для захара спортивная форма тоже не может быть наляпистой вверх белый и не синий или серый я считаю что форма вообще это очень здорово потому что лично я в школе очень сильно переживала когда мои родители воспитывали меня в таких довольно консервативных рамках не разрешали наряжаться а были девчонки которые ходили мини-юб как на каблуках и мне тоже хотелось так выглядеть мне тоже хотелось надевать все самое модное все самое лучшее все самое ну трендовая тогда и пояса и заниженная талия чтобы все там вываливалась в этих джинсах конечно кошмар был и зимой мы в этом ходили но мне родители прям строго вот так знаете но мои родители прям вот строго не разрешали мне надевать то что мне хочется то что как бы поприличнее в школу вот и мне кажется что здорово когда есть такое равенство посмотрим как дети на это отреагируют и за несколько лет обучения в школе за много лет эта форма может вот так надо есть в этой школе даже на занятия по физкультуре на зарядку он должна быть однотонная спортивная форма в этой школе так нравится это окей не нравится извините мы по-другому не договоримся так что я захарчику заказала самые обычные базовые футболки но это как мне кажется необходимая вещь потому что ее даже под свитер надеть под какой-то реглан чтобы не просто к телу более такую плотную одежду надевать очень хороший хлопок такой качественный видно и по размеру мне кажется как раз все ок ок что меня ждет в этом году столько глажки потому что вверху мальчишек это или белая пола без какого-либо значка или же рубашка рубашка тоже должна быть просто белой однотонной без полосочек без каких-то там крапинок без горошка и так далее то есть чисто однотонная рубашка и поверх можно надевать или жилетку или кардиган ну и есть выбор тоже или рубашка или пола а в next есть вообще целый раздел именно для школы и там как раз такие вещи как нужно нам а не было написано может быть кармашек или нет но я думаю что это уже вообще перебор и вот вижу что тоже рубашки очень классная так это полос коротким рукавом я еще не нашла с длинным но по-моему в h&m есть такие в h&m тоже классного качества стоили они 15 фунтов я взяла на пять лет и видно что это очень качественный материал камера может немножечко сходить с ума потому что это белый цвет и может отсвечивать но это самое обычное поло но главное что приятный материал и он долго послужит и кстати вот такие однотонные вещи еще и удобнее стирать а еще смотрите что я взяла эти даже лучше у нас нет четких требований чтобы там кеды были или на липучке или на шнуровке без разницы еще и взяла в цепи ой более удобные на липучке не только для школы а просто для дома там для какого-то обычного дня взяла зала захар чеку кофту на замке мне понравилось то что она не слишком плотно потому что когда раздеваешься снимаешь куртку то помещение может быть слишком жарко и очень классная расцветка это кстати стопроцентный хлопок то есть внутри нет такого как бы пуха хрустящие синтетики многие меня поймут что я имею в виду в общем кофточка классная стильная с джинсами какими-то брюками и одна из моих самых любимых моделей в h&m вот такая серенькая тоже хорошо подходит ко всем цветам в желтой футболке есть те кому вообще безразлично что-то сочетается или нет но мой гнат тоже любит наряжаться и мне нравится когда детки выглядят опрятно но если они упираются и хотят одеться по-своему то как бы тоже окей я не заставляю стараюсь найти общий знаменатель в каждом вопросе еще одна толстовка на замке для захара вот такого цвета коричневого очень красиво синим смотрится с черным серым с чем угодно взяла на 8-10 лет и кажется такой большой но нужно привыкать что скоро захар будет уже такого роста как я взяла хлопковые спортивные штаны и сейчас вижу что они и не слишком плотные но на осень наверное хотелось бы что-то еще с легким таким начесиком но сейчас на переходной период самое оно и удобно то что сразу покупаешь три штучки хаки такие графитовые и черные на 1 сентября нам нужно было обувь я понимаю что это на несколько раз потому что мои мальчики постоянно ходят в кроссовках и я не собираю заставлять детей носить то что нравится мне или то что как бы ну там мне вздумалось а поэтому я взяла туфли вы знаете чисто на какие-то торжества пока они из них не вырастут и потом мы еще и передадим это по наследству значит нашла две модели и взяла в 33 размере и в игнашкином 28 мне кажется что как раз я более-менее угадала этих товаров в офлайн магазинах у нас нет то есть стационарных поэтому все вот так знаете методом тыка очень прикольные вот эти типа как подзамж и и вот эти даже мне нравятся больше черные типа кожаные и также удобно то что здесь они на липучке я думаю что это более выигрышный вариант и скорее всего мы остановимся именно на нем если с размером все будет такие но взяла 4 вот таких пары будем выбирать я поняла что это видео может быть бесконечным поэтому я по-быстрому продолжу это очень классные кофточки на осень всевозможные толстовки чуть поплотнее как например вот это все вещи которые увидите из h&m я постараюсь оставить ссылки написать размеры в инфобоксе вот это плотненькая это даже такая типа куртка очень очень красиво точнее даже не куртка но просто набросить когда уже будет по прохладнее мне очень нравится расцветка а вот эти они более тоненькие но просто знаете на каждый день и также для игнашика взяла вот такую интересная и красиво смотрится в сочетании с брючками а брючки между прочим были в разных расцветках умудрились потерять резиновые сапоги вот для захарчика нашла в смыке и кстати со всеми размерами да я реально угадала что редко случается просто повезло и также у мальчиков будет театр в школе и танцы гимнастика поэтому необходимо было найти черные чешки есть черные и белые только в отделе для девочек в магазине смык вот так пишется название и здесь подошва белая они очень удобны и там плюс минус один размер на минус наверно нет но вот 28 чуть-чуть запасом для игната взяла я как раз и для захара 34 на 33 тоже отлично держится это практически все остальное будем докупать по мере необходимости так сказать всем привет доброе утро точнее не совсем доброе так не выспалась не знаю почему не могла спать сейчас я готовлю завтрак у меня будет кое-что другое мальчики попросили сырники давно не было причем я делаю такие воздушные очень очень нежная у меня на канале где-то есть рецепт дожариваю последнюю партию с таким малышиком из остатков теста и какао я же ем то что очень люблю но крайне редко готовлю потому что у меня в семье особо нет союзников для такой еды это табулех впервые такой салат я попробовала в турции отваривается каша булгур охлаждается и дальше добавляется помидор огурец и много зелени у меня здесь лук зеленый мята и также петрушка заправляется это все лимонно-оливково таким соленоватым соусом очень вкусно но я думаю что вариаций табулеха довольно много это гуакамоле очень мне понравилась осенне-зимняя коллекция страдивариуса я заказала аж целые две посылки я покажу вам в отдельном видео свои покупки но сейчас просто кое-что давайте рассмотрим во первых я нашла просто идеальнейшие джинсы постараюсь отыскать их онлайн у них такая средней высоты посадка потому что это и не низкая и не то чтобы прям высокая которая подмышки вот так они сидят сзади мне нравится то что они подчеркивают то что нужно и вот в ногах и то чтобы прям супер свободно но есть какое-то пространство так как я говорила посадка у них завышенная и просто самые обычные такие знаете базовые джинсики я еще не решила как я буду их носить подкатывать или же нет кстати здорово будут смотреться с любой обуви и нет наверное вот это не годится короче я примеряю по-разному и хотелось бы чтобы они на мой рост метр шестьдесят два были на сантиметр короче но зато это хорошая новость для девчонок которые выше меня потому что у них такая нормальная длина мне же постоянно хочется все подкатывать или как-то обрезать мне нравится вот этот шовчик внизу поэтому обрезать наверное все таки не буду ботинки ну скажем так на любителя они также могут увеличивать ногу но меня это не смущает поэтому буду искать свою модель это очень очень удобно когда тебе куда-то нужно бежать по делам и при этом мне кажется что смотрятся они стильно очень хотела себе подобного рода ботинки я не покупаю себе утепленную обувь именно на осенне-зимний сезон я могу в принципе весь холодный сезон щеголять в такой обуви и здесь у меня дилемма потому что 37 прям впритык а 38 так ну не знаю плотненький носок может поместиться а так конечно они очень стильные хотелось бы найти такие кожаные надо подумать надо подумать вот что я вам скажу сегодня у нас последний день лето то есть завтра первое сентября я помню как проходила моя первая в жизни линейка тогда у моих родителей только родился сын а вот поэтому моя мама где-то там с колясочкой ездила папа пошел со мной на первое сентября вот и я даже помню что я жевала жевачку а жевачка это тогда была такая редкость и у меня были такие белокурые очень-очень светлые волосы я была супер загорелой и еще я никак не могла запомнить где правая и левая рука и папа мне сказал что вот на этом среднем пальце у тебя есть родинка это значит что это правая рука и даже на кассете на видеозаписи было видно как я сижу за партой потому поднимите правую руку я такая раз копа есть и поняла кстати со временем это родинка куда-то исчезла но к счастью я запомнила на всю жизнь где у меня правая и где левая рука вот а в школе Захара и Игната как таковой первой линейки не будет вообще не как таковое ничего собственно не будет просто нужно отвести Игната на восемь часов утра и он будет целый день в этом типа садике садик можно так сказать и Захарка пойдет всего на два часа чтобы там им выдали еще какие-то специальные сумки для занятий спортом чтобы они еще раз все там познакомились или встретились я говорю еще раз потому что Захар уже там был он провел в школе три дня такие пробные дни были также столько всего поменялось связи с этим вирусом у нас есть 15 минут чтобы отвезти ребенка в садик ну то есть у каждого класса есть определенное время когда можно зайти в школу и точно также 15 минут чтобы выйти из школы ранее там тоже была такая история что старшеклассники помогают младшим там завязать шнурки или что-то еще сделать особенно это касается подготовительных классов то есть деток в возрасте 5-6 лет и как бы у каждого ребенка был свой старший наставник такой помощник также эти старшие детки отводили младших в их класс или в их игровые комнаты в общем все между собой как-то там интегрировались сейчас этого нет и получается что я могу просто отвести ребенка на порог школы позвонить звонок и на этом все и точно так же забрать ребенка у нас какая-то новая реальность и не знаю я как-то с таким теплом вспоминаю свое первое сентября и то как это было у нас какое-то торжество и вообще я даже в этом году не узнаю если в польше линейка нам сказали не покупать цветы я без понятия это потому что у нас частная школа или здесь так принято но просто нужно нарядить ребенка и все кстати по поводу нарядить тоже есть некоторое нововведение и так как все узнали довольно поздно о том что школы открываются и какой-то такой хаос непонятный в общем в правилах школы написано одно на практике немножко другое так кипит мой бульон сегодня у нас на обед будет бульон из индейки и еще отварю макароши так что будет такой у нас наваристый супчик очень сытный и потом уже чуть позже приготовлю что-то на второе потому что столько всего сразу нас не помещается так вот возвращаясь к детским вещам было принято решение что детки в возрасте пяти лет не обязаны ходить каждый день там в рубашках в пола белых и в серых штанишках мне кажется это очень логично потому что они все-таки не будут сидеть там целый день за партой они больше играются и ребенку в первую очередь должно быть удобно правильно поэтому я несказанно рада но теперь вот придется все спаковать обратно и оформить возврат на некст я никогда этого не делала сейчас этим и займусь пока дети играются то ли на улице то ли они сейчас снова у соседей но там с ними няня соседские детей поэтому я не переживаю на таком расслабоне еще один очень интересный момент почему я ничего не показываю там из канцелярии почему мы с вами не выбираем рюкзак ранец кстати все называют по-разному потому что в нашей школе все предоставлено начиная с тетрадок заканчивая ручками и книгами пеналы там все это не нужно нам сказали потому что у них есть отдельные стаканчики где поставлены все необходимые вещи там ручки карандаши и линейки если ребенок что-то захочет то сказали что по желанию можно купить но краски не краски альбомы бумага все что может понадобиться ребенку в школе все это уже предоставляют они это конечно же входит в стоимость и рюкзак тоже им не нужен по той причине что программа составлена таким образом чтобы у ребенка практически не было домашних заданий кое-что потом уже в старших классах идет онлайн это и так было раньше еще до карантина то есть для повтора для закрепления материала возможно нужно будет выполнить какие-то задания по математике или по английскому языку но как таковые домашние задания у них нет и также оценок начальных классах нет там просто какая-то шкала успеваемости но также есть еще дневник больше для родителей для того чтобы как-то общаться учителям с нами вот такой интересный момент конечно в моей школе все было совершенно по-другому и я помню как сейчас как мы с мамой бегали там выбирали тетрадки ручки постоянно чего-то там не хватает то мне не нравятся обложки сейчас девчонки еще писали что должно быть столько клеточек в каком-то классе а в каком-то еще столько там линеек в общем это это довольно сложно поэтому нам еще повезло но зато видите у нас больше ограничений больше каких-то там моментов связанных с формой и с вещами мигулечка ты отдыхаешь моя лапка моя железь там маленькая рыжулька моя и так жалко что я все эти дни пока она в повязке после операции спала здесь на диване неудобно жутко еще и очень светло часов так с пяти встает солнце но я просто не могла не могла оставить ее мне кажется что поддержка всем нужна и важна а еще у нас новый ошейник тома купил может ей так будет удобнее кстати нужно дома снять стараемся дома снимать она себя чувствует хорошо прошлая неделя была довольно сложная я кстати практически ничего не снимала по той причине что мику прооперировали а еще когда мы первый раз пошли к ветеринару нам сказали что у собаки проблемы по-женски скажем так я не хотела затрагивать эту тему но мы регулярно посещали ветеринара из принцевания какие-то лекарства не помогли также нас спросили планируем мы разводить собак или нет то есть мика будет рожать или нет мы сказали нет но в общем нас предупредили о том что то что происходило с ней перерастет в злокачественные всякие это моменты поэтому нам сказали что в нашем случае необходимо стерилизация честно говоря мне очень больно об этом говорить я действительно переживаю за собаку как за ребенка и не знаю это нормально или нет но это как полноценный член нашей семьи что касается состояния микуси сейчас то все хорошо мы были у ветеринара она посмотрела сказала что ей уже даже не должно быть больно ей противопоказаны сейчас очень сильные физические нагрузки там какие-то прыжки я тоже там сейчас не дрессирую ее но наши прогулки теперь не совсем такие как были до этого ну что вот и наступил тот самый момент когда я буду отводить ребенка первый раз в первый класс 1 сентября и я немножко в замешательстве а потому что я смотрела прогноз погоды на неделю и приблизительно там прикидывала что нужно будет надевать но в первую очередь сахару и сегодня значит проснулась глянула как-то так небо затянуло у нас по прогнозу может быть нормальная погода а потом приходит буря и все резко меняет дождь на самом деле идет еще с ночи потому что игнат прибегал говорит мама я боюсь такой гром вот он сегодня спал с нами и вышла погулять с собакой во первых вся моя укладка пропала потому что у меня начинают как бы завиваться волосы пришлось их связать и 16 16 за окном представления то есть у нас резко наступила осень позавчера было 32 градуса сегодня 16 стало так ощутимо прохладно так что достала захарчику еще свитер с эмблемой это тоже обязательная часть их праздничной формы и я вообще-то не буду особо там как-то заходить в класс но все равно хочется как-то одеться не совсем обыденно видите я хожу вообще в противном костюме сейчас потому что тепло уютно и удобно но потом я решила сделать еще небольшой сюрприз мальчишкам томок к сожалению сейчас много работает и долго сидит в офисе потом еще домой приезжает с компьютером он сидит до часу до двух иногда что-то там просчитывает и в шесть уже просыпается на работу поэтому я не знаю успеет ли он приехать но точно к тому моменту когда я буду забирать мальчишек и школа его не будет а мне хочется чтобы даже вот если не будет этой линейки не будет какого-то особого торжества мне хотелось бы забрать их хотя бы куда-то там пообедать хочется купить фейерверки и также пригласила бабушку то есть вам у том как а у них прекрасные отношения с детьми мальчики и очень сильно любят и видите моя мама тоже к сожалению не может приехать дедушка на работе вот а бабушку тоже заберу из дому и мальчишки об этом еще не знают приеду заберу их со школы не вот и поедем на суши мальчики давно просились на суши так что мы пойдем с ними пообедать и пусть это будет такая мелочь и приятно разложила гладильную доску сейчас еще раз все отпарю вот и будем одеваться и я серьезно волнуюсь но это приятное волнение потому что ты понимаешь что у твоего ребенка начинается новое там жизни и как-то так сразу как будто взрослее становится что ли ну то есть ты понимаешь что школа это уже серьезно это тебе не детский сад не игрушки но начальная класса это все равно чепуха по сравнению с выпускными со старшими классами но все равно для нас то очень-очень такой знаковый момент и вчера захар очень переживала я лежала с ним много ему говорила там много чего рассказывала вот и не переживай все будет нормально все будет хорошо он мама она я тебе доверяю и так меня крепко обнял после этих слов и это наверное надолго останется моей памяти даже больше чем сам момент когда я вот просто отвезу его в школу все побежала потому что болтаю с вами уже несколько минут времени не так много нарядила захара отвезла и конечно ничего не снимала потому что во первых захар у нас не особый любитель что-то там демонстрировать на камеру я это очень уважаю и никогда его не заставляю это был действительно очень волнительный момент для него поэтому я вообще оставила камеру дома и сосредоточилась на том чтобы поддержать ребенка я сейчас съездила в магазин купила фейерверки купила свечи и также шарики надула это все спрятала в багажник теперь еду за бабушкой и и вот так вот встретим мальчишек и когда будут подавать десерт я попрошу чтобы эти фейерверки зажгли я думаю что им понравится потому что мне как-то так спонтанно это пришло в голову и и сейчас всякие там детские комнаты аттракционы не актуальны поэтому празднуем как можем называется сейчас быстренько соберу сумку и еду за бабушкой думала я думала что надеть и в конечном итоге остановилась на брючном костюме потому что так и не замерзну не будет удобно и возможно даже переключусь на плоский ход костюмчик у меня от украинского бренда minimax у них просто чудесное пальто я еще и заказала их новые тренчи целых два синие и бежевые вот жду но уже сейчас вам немножко так рассказываю да костюмчик носится очень классно я его заказывала то ли год назад то ли два года тому назад и у них такая классическая размерная сетка то есть не сильно оверсайз а поэтому у меня 36 размер сумка у меня от милс карта в прошлом влоге показывала вам что новенького у них и я также еще сразу не додумалась что вот эту монетницу можно прицепить таким образом здесь есть специальная такая деталька и эта сумка трансформер и и можно вообще по-разному носить и мне захотелось немножко такой строгий прям офисный лук разбавить такой интересной трендовая сумочкой лодочки у меня как ни странно из зары мои самые любимые лодочки всегда оттуда как это возможно я не знаю но действительно у меня нога в них не устает и практически всегда могу купить даже без примерки и сережки у меня из aliexpress тоже давно покупала вот на му веуам не спотянка сюрприз Простите меня за такой контраст, но я поняла, что у меня нет концовки видео, а я уже закончила монтировать этот влог, как видите, мы приехали домой, я уже смыла макияж, нанесла увлажняющую маску, так здорово, что дни все еще такие долгие и в 7 часов вечера еще не слишком темно. Как видите, праздник удался, космонавтов и всех остальных мы привезли домой, дети играются на террасе, а я хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы были со мной в этом влоге, я надеюсь, что вам было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, чтобы поддержать меня, мне всегда очень-очень приятно, а мы с вами встретимся уже в следующем видео, пока что не знаю в каком, но как всегда с огромной радостью поснимаю что-то новое для вас. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.